Моя огромная благодарность. Я не перестану благодарить, потому что я вижу результаты. Иногда даже раз, вот прям по окончании прошел день, и я вижу результаты, что ребенок меняется. Наша история началась с того, что, можно так сказать, отрицательные ее моменты, с того, что в год и девять мы сделали прививку корь-краснуха-паратит. И я заметила, что у ребенка начался откат в развитии. То есть уже многие навыки, которые были сформированы, они стали утрачиваться. То есть ребенок стал отказываться от тех продуктов, которые он уже кушал. Появились истерики, капризы. Гуляли мы по известному только маршруту, который уже был нами исследован, можно так сказать. То есть я стала замечать, в принципе, ухудшение в развитии и утрату тех навыков, которые были уже приобретены. Наши доктора говорили, что ничего страшного, даже если у ребенка нет полноценной речи в этом возрасте, то до трех лет можно посмотреть, подождать, она в большинстве, но она появляется. То есть это бывает такое, особенно у мальчиков. Но ближе к трем годам у нас такой полноценной речи не появлялась. Я с ребенком занималась сама. И ребенок в три года переболел ротовирусной инфекцией очень сильно, с высокой температурой. И откат стал сильнее, гораздо сильнее. И тогда же нам и поставили диагноз РДА. Мы дальше прошли специалистов, мы посещали логопедов, дефектологов. Я узнала про БАДы, даже стали пробовать БАДы. В принципе, БАДы, они помогали, где-то помогали, то есть, например, преодолеть какую-то вирусную инфекцию быстрее. Но никогда не знаешь до конца, как они действуют на организм и тем более на нервную систему. То есть в нашем случае они усилили нам агрессию, самоагрессию. Поэтому мы прекратили БАДы применять. Врачи предлагали нам нейролептики. Сразу предложили нейролептики. Насколько я узнала, нейролептики они в принципе не лечили, а подавляли какие-то нежелательные стереотипные движения в поведении, нежелательные проявления. То есть это не лечение было. Это коррекция каких-то нежелательных поведений у ребенка. И потихоньку я узнала об этом центре. Но, к сожалению, тогда до ковида еще мы не смогли приехать и побывали здесь год назад. После чего у нас начались хорошие изменения. Первый раз мы приехали в 22-м году. У ребенка была самоагрессия. Поэтому мы приехали в шлеме. Защитный мягкий шлем. Он в нем ходил все время. То есть на ночь я убирала этот шлем, чтобы он мог спокойно спать, чтобы он ему не мешал. А днем мы ходили в шлеме. Он ударял себя по голове и мог ударяться о твердые предметы. И это уже могло быть опасно для ребенка. Мужчина, ты чем занимаешься сейчас? Нет, это очень неправильно. После лечения мы сняли шлем спустя 3 месяца. После того, как мы вернулись уже отсюда. Что мы только не пробовали. То есть много чего пробовали. Пробовали в том числе БАДы, которые должны были, как мы думали, улучшить состояние. Но БАДы, к сожалению, усилили гиперактивность у ребенка. Потом, позже... А какие именно БАДы? БАДы. Ну, сначала мы начали с пробиотиков, витамины. Потом добавились на основе кокоса добавки. То есть это лаурецидин, виростоп противовирусный по протоколам. На тот момент ребенок принимал нейролептик-рисполепт. Потому что без него на тот момент мы не обходились. То есть мы уже на тот момент год принимали. Все-таки нам пришлось его начать принимать из-за вот этой вот усилившейся агрессии, самоагрессии. Ложись, ложись, ложись. Ложись, да. Давай, вот так. И после посещения первый раз центра мы ушли с рисполепта. То есть мы его убрали. Мы сняли шлем. Ребенок стал понятливее. Изменился взгляд. То есть он стал понимать, лучше понимать обращенную речь. И речь у него толкнулась так же. То есть я еще хочу отметить, что с 8 до 9 лет ребенок не говорил. То есть говорящий ребенок замолчал 8 лет. Я это сначала связала с сильной жарой. То есть в Москве была сильная жара. И он лежал просто в лежку. Ему было очень тяжело. Мы поехали в больницу. Там нам назначили медикаменты. После больницы ребенок замолчал. То есть я это связываю и с жарой, и может быть с медикаментами, которые мы начали принимать. Когда мы приехали в центр сюда, то есть ребенок уже принимал вот эти вот медикаменты, и он не говорил. То есть он легкий-легкий шепот был. После того, как мы прошли лечение, у ребенка снова появилась речь. То есть он заговорил в голос, как и ранее говорил раньше, еще до того, как он замолчал. И начались наши улучшения. То есть мы сняли шлем, ушла самоагрессия, ушла агрессия. Потихонечку-потихонечку мы стали восстанавливаться. То есть шлем мы сняли спустя три месяца. Голос у него проявился тоже где-то в этот момент, тоже спустя три месяца. Приблизительно стал проявляться голос, и речь стала восстанавливаться. Я, можно сказать, уже окрыленная первыми результатами, поэтому, конечно, я уже хочу больших результатов. Жду дальнейшего улучшения речи, поведения. Я уверена, что так и будет. Ирина Музыка Значит, сначала для ребенка это было необычно, вот эти занятия. То есть ребенок как бы нажимал на клавиши, фортепиано как-то так хаотично, и другие инструменты для него это все в новинку было. Как будто бы, хотя раньше тоже мы пробовали играть на музыкальных инструментах, но это были хаотичные какие-то движения. Сейчас уже мы месяц здесь пребываем, ребенок стал выполнять задания, то есть он уже очень четко выполняет то, что ему говорит Ирина. Сюда можно? Да, и сюда. И сюда. Отлично. Ярослав, молодец. А сделай двумя руками движение. Вот так вот двумя руками поиграй. Двумя? Да. Вот. И вот. Вот. И вот. Молодец. Пальчиком перебирает клавиши, очень четко играет, выполняет задания на музыкальных инструментах. И как-то вот у него, он очень исполнительный, стал очень исполнительный. У него это стало получаться. Да, сделай сам. Ярослав, сделай, пожалуйста, сам вот это движение. И еще, еще, еще. Смотри, какая красивая композиция. Тоже, Окина. Так, я пробегаю здесь по точкам окопрессурным, постольку, поскольку у нас уже практически произошло выравнивание всей периферической нервной системы. Значит, что у ребенка было? У ребенка была асимметрия выраженная. У него левая сторона гораздо активнее. Все восприятия, такие всех, и прикосновений, и тепло-холод, у него были неравномерными и достаточно с одной стороны болезненными. Сейчас все выровнялось, поэтому я только пробегаюсь по точкам, чтобы немножко их активировать. И все, чем нам осталось здесь заниматься, мы занимаемся желудочно-кишечным трактом. Молодец. Ты умничка. Все, живот. Живот. Чуть-чуть, Ярик. Не волнуйся. Не волнуйся, все хорошо. Поэтому я ему делаю висцеральный массаж и немножечко активизирую иммунную систему через брыжейку с лимфоузлами. Римма работала с центральной периферической нервной системой. Удалось нормализовать периферическую нервную систему. То есть сейчас, на данный момент, да, все в порядке. Римма довольна. Ему тоже. Молодец. Давай еще чуточку. Два. Ну. Ярик, что случилось-то? Ну поставили. Все хорошо же. Мы сейчас вот тут по животику пробежимся. Животик станет таким мягоньким. Станет активным. И не будет у тебя ничего волнительного такого. Ты моя умница. Ты лучший парень на свете. Ты же знаешь про это? Умничка. Все, ты можешь встать и идти спокойно. Не урони ничего. Одевай тапочки свои. Доволен? Одевай тапочки. Будем путешествовать из домика в домик. Давай. От этого домика пошли. Правильно возьми. Хорошо. Давай. От этого домика пошли. Вперед. Да, 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 да. Давай, давай, давай. От одного домика в другой. Оп. Сюда, сюда, сюда. О, ну здесь ты уже пересек поле. Уже не по дорожке пошел. Ну ничего. Арт-терапия. Здесь у нас вообще очень интересно. Почему? Потому что мы когда приехали сюда, ребенок только черкал. Ну то есть брал фломастер, ручку, карандаш и черкал, черкал. Дома мы занимались, естественно, с ребенком, но это были занятия рука в руке. И просто вот мы с ребенком водили буквы, круги, там разные геометрические фигуры. Но самостоятельно ребенок ничего не делал. И здесь вот у нас такой скачок произошел. То есть ребенок вдруг стал сам обводить круг, то есть геометрические фигуры, квадрат. И стал уже буквы обводить. Да, они большие, на листе А4, но он их обводит, может быть, немножечко там где-то кривит, но он их обводит сам. И тоже лепит, лепит с удовольствием, красками старается тоже обводить. У него прям стало получаться. Так, давай, теперь у тебя будет творческая картина. Действуй сам. Только не торопись спокойно. Держи. Хорошо. Сюда еще. Мы первый раз, когда приехали, Юсефа. Он продиагностировал нас и сказал, что у ребенка сильное нейровоспаление, которое дает ему вот эти вот головные боли и все вот эти проявления агрессии, самоагрессии. И в первый раз нам удалось снять практически все нейровоспаление. То есть второй раз мы когда сюда приехали, нейровоспаление уже было практически снято. То есть там оставались буквально незначительные участки нейровоспаления, которые сейчас на данный момент уже второй раз мы здесь удалось снять полностью. То есть на данный момент нейровоспаления уже нету. Это сделала Юсефа и, естественно, при поддержке всех специалистов. Начнем с ближней дистанции. Давай. Какой ты меткий. Покажи. Ай, молодец. Яр, молодец. Давай дальше. Классно. Еще давай большой. Ага. Ну, видишь, не попал. Давай еще. Надо попасть. На, Яр. Попади нормально. Как ты красиво кинешь мяч? Катя делала нам массаж на расслабление, на расслабление мышечного тонуса, в том числе и живота, брюшной стенки. Я хочу сказать, что у нас нормализовался стул. Ну, то есть ребенок не мог сходить в туалет. И нормально для него было это раз в три дня, раз в три, иногда в четыре дня. То есть сейчас у нас, может быть, один-два раза в день. То есть у нас нормализовалось, да. И плюс с Катей проводились занятия ЛФК, и ребенку очень нравилось. И я замечаю, что он стал подвижнее. И ребенок стал выполнять вот эти вот упражнения, которые Катя нам дает. Да, ребенку интересно, он с того, что он выполняет. Катя у тебяouve перец. И ребенок стал удивеньевым. Субтитры создавал DimaTorzok Хочу отметить, что форма головы, правда, у него стала меняться, то есть эта верхняя часть, она стала увеличиваться. То есть Юсеф сказала, что как раз вот сейчас стал происходить этот рост. И мне это стало заметно. То есть для меня это очень так необычно и неожиданно. То есть, в принципе, короткий промежуток времени такой, и форма головы стала меняться действительно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На улице он понимает, что нужно сделать, когда нужно остановиться, стоп, фразы. То есть и дальше, и сейчас стала дальше развиваться речь уже. Аркадий Тверской объяснял, что у нас присутствовало внутричерепное давление. Успешно снял его. Аркадий говорит, что уже на данный момент присутствуют очень хорошие результаты. То есть оно еще сохраняется, но оно уже практически его уже нету. Еще немножко осталось. Меня поразила комплексная работа всех специалистов. То есть вот со всех, со всех сторон на ребенка смотрят и комплексно работают с ребенком. Самое главное, это идет работа с причиной заболевания. Именно делается упор на причину и устранение причины заболевания. И другие специалисты в комплексе подхватывают, уже смотрят, где с ребенком, на каких моментах можно работать. И в комплексе работают с ребенком вот со всех сторон. То есть я, в принципе, встречаю такой центр впервые. Семь утра мы поднимаемся, едем в клинику сюда. Проводим здесь полдня, где-то до часу дня. Потом мы гуляем по городу, мы кушаем, мы смотрим, мы идем к святыням. Практически каждый вечер мы бываем в храме Гроба Господня, поднимаемся на Голгофу, прикладываемся. Мы ездим также на экскурсии с Андреем Нехамкиным. Очень интересная экскурсия у нас. Мы были на море, на Средиземном море. Очень нравится ребенку здесь. Море великолепное. Так что мы с удовольствием здесь проводим время. Здесь прекрасно. Форма черепа у него как-то изменилась? Я обращала внимание? Да, как-то вот она более правильная стала. То есть такая вот красивая, что ли, я бы сказала. Более ровная. Ровная, да, наверное. Лоб, я заметила, у него здесь стык был. И как-то он стал сглаживаться. Сколько ему сейчас лет? Десять. Тебе приятно так? Да, вот так вот, да? Это приятно, да? А за маму захочешь поухаживать, если маму помассировать? Попробуешь, да? Держи. Да, по ручке, по ручке потихоньку. Вот, спасибо. Да, еще. Все, в общем. Ой, приятно, как. Прям по ладошке. Хорошо, так отлично. Дай другую ладошку. Кто надо Давиду сказать? Спасибо. На здоровье, да. Да, оставайся, оставайся. Все, оставай. Одевай тапочки свои. Ну, моя огромная благодарность. Я не перестану благодарить, потому что я вижу результаты, и иногда даже раз, вот прям по окончании прошел день, и я вижу результаты, что ребенок меняется. Я очень рекомендую попробовать. Вот, попробовать. Потому что время идет, и оно может быть упущено, а медикаменты, они не дают такого, они не дают лечения, то есть излечения. Я вот рекомендую попробовать. Продолжение следует...